Законно и безвредно барнаульские родители всеми силами пытаются добиться демонтажа сотовой вышки на крыше школы. Из огня до вполымя, где в крае работают лучшие пожарные. По пять тысяч на одного отдыхающего Алтайский край вошел в число регионов, которым окажут господдержку на развитие туризма. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня в Барнауле начал работу 10-й съезд педагогов. Всего в его рамках пройдет более 30 мероприятий, семинары, открытые лекции, круглые столы. Одно из значимых событий общественный форум «Родительская академия. Новый формат», который проходит сегодня на базе 53-й школы. Его особенность в том, что участие в нем принимают родители и школьников. Их знакомят с актуальными проектами в сфере обучения и воспитания. Они, в свою очередь, задают интересующие вопросы. В рамках съезда также планируют обсудить, как работать с дошколятами в условиях реализации государственных стандартов. Перспективы проведения чемпионата молодых профессионалов на региональном уровне. На базе педагогического университета будет организован День науки и практики. Итоги развития краевой системы образования на съезде будут представлены завтра в рамках пленарного заседания. Сотовая вышка на крыше Барнаульской гимназии номер 40 установлена незаконно. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора. Управление продолжает проверку. Журналисты аргументов и фактов Алтай сообщают, что вышку, возможно, демонтируют. Не только об этом дали в обзоре материалов изданий Сибирской медиагруппы. Корреспонденты аргументов и фактов Алтай напоминают, родители гимназии номер 40 Барнаула выступили против установки базовой станции сотовой связи на крыше учебного заведения. Опасаясь негативного воздействия электромагнитного излучения, они создали петицию с требованием законодательно запретить установку такого оборудования на детских учреждениях и рядом с ними. Сразу после специалисты Роспотребнадзора начали внеплановую проверку. Она еще продолжается. Но уже сейчас понятно, что базовая станция на крыше учебного заведения была установлена с нарушениями законодательства. А вот корреспонденты Полиции Брусса с ссылкой на Следственный комитет края сообщают, что задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой с ножевыми ранениями в области сердца было обнаружено накануне утром по адресу Бульвар 9 января. Женщине было около 50 лет. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В ближайшую субботу, 25 августа, Барнаул уже во второй раз присоединится ко всероссийскому танцевальному марафону. Свои способности на танцполе сможет продемонстрировать каждый. Площадку установит УТЦ «Гэлакси». Победу одержит тот город, который протанцует дольше других. Для этого на танцевальной площадке установят секундомер. Если танцпол будет пустовать, время засчитываться не будет. Марафон продлится с часу дня до 9 вечера. Татьяна Голубева, Наши новости. В Аллейском районе завершилась реконструкция моста, который соединяет сразу несколько сел с федеральной трассой А-322. Ремонтные работы на объекте начались еще в сентябре прошлого года. На эти цели из краевого бюджета выделили порядка 65 миллионов рублей. Подрядчик укрепил береговое и подмостовое пространство, положил новое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время строители завершают работы по обустройству разметки и обочин. Уже сейчас мост открыт для движения всех видов транспорта. Стоит отметить, что данный объект является стратегическим для всего района. На противоположной стороне находятся 5 населенных пунктов. Это образующие предприятия, которые занимаются сельхозпереработкой. По данному мосту ведется вывозка большой объем зерна. На этом было принято решение помочь сельхозпереработчику о доставке данной продукции в Аллейск и также в Алтайский край. Дворец культуры Барнаула отремонтируют до 1 декабря. Стоимость работ превышает 30 миллионов рублей. Заявку о выполнении капитального ремонта объекта мэрия краевой столицы на днях разместила на сайте госзакупок. В планах выполнить ремонт вестибюлей, гардероба для посетителей, двухсветного фойе. Кроме того, подрядчик должен будет заменить ограждение балкона, обустроить уборные комнаты и дополнительный тамбур у входа в вестибюль. После реконструкции на втором этаже ДК появится также обновленный буфет на 40 посадочных мест и комната отдыха. Осталось определить подрядчик. Аукцион пройдет 10 сентября. Мальчику, потерявшему руку, при прыжке с тарзанки в Черышском районе поставят протез. Напомним, 10 августа 13-летний подросток пошел с друзьями на местную речку и решил прыгнуть с тарзанки в воду. Рука мальчика попала в петлю на конце веревки, что привело к механической ампутации конечности. В Калманской ЦРБ подростку сделали операцию и сейчас его готовят к протезированию. Пока, правда, неизвестно, за чей счет будет приобретен протез для пострадавшего. Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Барнауле. За медали боролись спасатели со всего Алтайского края. Это турнир проверка боевой готовности личного состава МЧС. На территории Барнауского спортивного комплекса пожарно-спасательной части номер 2 встретились спортсмены со всего Алтайского края. Турнир проходил в три этапа. Спасателям необходимо было преодолеть 100-метровую дистанцию, подняться с лестницы на четвертый этаж. Заключительное испытание, по словам участников, оказалось самым серьезным. Это была командная работа. По результатам соревнований бронзовая медаль досталась спасателям 1-го Барнаульского отряда. На втором месте представители специального управления противопожарной службы МЧС России. Золото увезла на родину команда из Рубцовска. Алтайский край и Республика Алтай вошли в список пилотных туристических регионов, которым выделят субсидии из федерального бюджета. Об этом заявили в правительстве России. Таким образом, в стране планируют поддержать туроператоров, чьи направления выбирают чаще всего. Размер субсидии на одного туриста составит 5000 рублей. Правила субсидирования утверждены правительством Российской Федерации. Туроператорам, которые пройдут отбор, государство возместит расходы на обслуживание туристов в рамках туристско-рекреационных маршрутов. Но для получения субсидии туроператорам нужно будет пройти отбор. Прежде всего, они должны дать согласие на проверку их деятельности в части расходования средств, предоставить документы о работе за прошлый год, заплатить все налоги, сборы и штрафы. Еще одно важное условие – продолжительность разработанного туроператором маршрута должна превышать 5 дней. Тур должен включать экскурсии в природные комплексы и оздоровительные объекты. Как пояснил Владимир Полетаев, решение о предоставлении или отказе в субсидии Минкультуры примет за 20 дней. Размер поддержки будет зависеть от количества туристов. В целом, на эти цели из федерального бюджета выделят 320 миллионов рублей. Как полагают авторы проекта, субсидии помогут увеличить турпоток более чем на 100 тысяч человек в год. Среди сибирских регионов господдержку получат также Бурятия и Иркутская область. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Сегодня в крае переменная облачность, в отдельных территориях возможны осадки. В Барнауле 15 градусов выше нуля, юго-западный ветер и дождь. Напоминаю, телефон редакции Барнауле – 722-440. У меня все новости к этому часу. До встречи.